За годы существования экономический форум в Питере стал ведущей мировой площадкой для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией. В первый день форума было подписано сотни контрактов и соглашений о сотрудничестве. Несколько из них на счету Ульяновской области. Так Алексей Русских подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Стороны займутся развитием кооперации в области беспилотных технологий. Ульяновская область обладает довольно-таки серьезными компетенциями. У нас в регионе сосредоточен авиастроительный кластер. Естественно, это крупнейшие наши предприятия авиастар, аэрокомпозит, промтек Ульяновск, Ульяновское конструкторское бюро приборостроения. Это те предприятия, которые непосредственно выпускают авиационную технику. У нас несколько компаний, которые производят успешно беспилотные летательные аппараты. Аналогичные компетенции развиваются и в Калужской области. Соглашение предполагает совместное создание условий для внедрения цифровых технологий в экономике, социальной сфере, культуре и других сферах. Документ позволит объединить усилия в производственной базе, подготовке операторов и созданию летно-испытательных возможностей. Также Алексей Русских провел переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Российской Федерации до Урена Мабаева. Ульяновская страна планирует официальный визит в Казахстан во второй половине 2024 года. Напомним, что по итогам прошлого года Казахстан занимает первое место по поставкам товаров из Ульяновской области. Это более 12% общего объема экспорта. Казахстан является ключевым партнером. У нас уже многое, что с этой страной связывает. У нас отгрузка наших товаров. Договорились о том, что в сентябре в рамках форума и на форум, который будет проходить в Астане, мы также совместим этот форум с визитом нашей бизнес-виссии. Ну и ждем посла к нам в регион этим летом, для того, чтобы он сам внимательно осмотрел наши возможности, наши перспективы. На форуме подписано соглашение между правительством области и городской администрации и ПАО «Т-Плюс». Документ включил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону. А соглашение с председателем правления Новикомбанка Еленой Георгиевой предполагает совместные инвестиционные инициативы и поддержку инноваций в промышленности Ульяновской области.